Добрый день, друзья! В России жить стало совсем неуютно. Уж до такой степени испоганили нашу страну ребятишки, которые заползли во власть с таким узким лобиком, с таким маленьким мозгом, в котором, в общем-то, мысли самоштабной России не умещаются. И поэтому элементарный страх смерти, вот что движет кремлевским карликам, он просто боится умереть. Он боится мифического вируса, который якобы является смертельным. И, видимо, это чувство, которое он разделяет с некоторыми европейскими политиками, уже совершенно сошедшими с ума, а также с олигархическими группировками, которые используют нынешнее положение дел ради личного обогащения, ради того, чтобы подавить всю социальную, политическую активность граждан и прижать их экономически, превратить в рабов, чтобы они работали за похлебку и радовались тому. Ну что ж, я думаю, что ничего у них не получится, в том числе и тот электронный концлагерь, который они попытались организовать. Никакой эпидемии нет, вообще нет. Все специалисты едины в этом мнении. И только чинуши рассказывают нам басни про какие-то эпидемии, про горы трупов, которые не успевают хоронить, и про переполненные больницы. Все это полная ложь. Это достоверно установленный факт. Путин и вся эта шайка – это абсолютные лжецы. Они вообще не умеют говорить правду. Они не знают, что это такое. Они даже если выскажутся как-то в соответствии с положением дел, то тут же, следующим словом, соврут в своих оценках, в перспективах. И все, что они делают, абсолютно все, во всех отраслях жизни, в том числе и международной, в которой якобы там какие-то совершения, все это во вред нам. Но мы не народ, поэтому мы не можем сдвинуть их с места. Не можем. Чтобы стать народом, нам надо сформироваться в общественно-политические структуры, которые не допустят во власть подобных недоумков, подобных тем, кто сейчас правит, абсолютно лишенным всякого нравственного чувства, всякого достоинства человеческого. Это абсолютные инопланетяне, в кавычках. Это абсолютно другой человеческий род. И антиэлитный отбор, который произошел сейчас, это отбор с целью уничтожения жизни человечества вообще. Ну, человечество, конечно, не умрет и не получится у них ничего. Но очень уж тяжелые времена достались нашим поколениям, которые отказались от общественно-политической активности. Кто-то другой где-то там должен этим заниматься. Наемные люди. Ну, а кто их нанимает? Та же олигархия нанимает. Кто такие журналисты сегодня? Это наемники. Наемники лжецов, поэтому они сами превращаются в лжецов. Все официальные средства массовой информации – это сплошная ложь, поэтому не смотрите никогда новости, никакие ток-шоу. Здоровее будете. Да, вас сейчас заперли по квартирам, вас сейчас тащат в ментовку, только вы высунете нос на улицу, и вам попадется какой-то очередной придурок в фуражке. С полицаями никаких дел не имейте. Не дружите, не знакомьтесь, презирайте их. Если они пытаются с вами общаться, иронично шутите. Не надо с ними иметь ничего общего. Это, в нашем понимании, это не люди. Не люди. Полицаи – это не люди. Это наши враги. Как бы они ни выглядели, как бы они вежливо бы с вами ни общались, что бы они вам ни объясняли, надо знать точно, что они враги. Это вовсе не значит, что нужно показывать им свою враждебность, демонстрировать это. Хотя иногда и это необходимо. Ну, надо знать меру, потому что главная наша задача – пережить, перетерпеть эту Орду и построить русское национальное государство с нормальной человеческой жизнью, где не будет никаких министерств внутренних дел в погонах, и не будет вообще ни одного генерала-полицая. Милицейская служба до уровня муниципальной, не выше. Начальник ОВД, гражданское лицо, избираемое. Вот это нормально. Высший чин по уровню милицейской полиции – это майор. Уголовная полиция не выше региона. Высший чин – полковник, не больше. Глава – гражданское лицо, избираемое или назначаемое народным представительством. Никаких силовых структур, которые диктовали бы вам, нам, всем, как нам себя вести, где нам ходить, где нам сидеть и так далее. Они, конечно, хотят нас рассадить. Это мечта идиота – в погонах рассадить всех по лагерям, следственным изоляторам и так далее. Это их мечта, это их профессия. Не родину защищать, так как говорят, профессия есть. Сейчас нет такой профессии. Нету. Тем более у людей, которые находятся на полицейской службе или вообще в МВД. Нам реформа нужна, конечно, глобальная. Но это все возможно только, когда у власти первым лицом государства будет русский человек с национальным мышлением. Таких людей в России единицы. Их надо видеть, их надо знать, их надо поддерживать. Если вы этого не умеете, значит, вы не можете защитить себя от полицаев. Гневные речи можно произносить долго. Надо в этой ситуации сохранять человеческие черты, человеческие отношения. Надо понимать, что основа вашей жизни – это ваша семья, ваши друзья, ваша профессия, ваше образование. И на этом нужно делать основной упор. Выживание состоит именно в этом, а не в том, чтобы набить подвал гречкой. Не выживете ни под каким видом. Не будет друзей, не сможете опираться на свою семью, на своих ближайших родственников, на соседей. Вы пропадете в этой ситуации. Поэтому надо восстанавливать традиционные ценности человеческого общения, человеческой жизни. И беречь здоровье, которое отнюдь не сохраняется, если вы надеваете намордник. Это политическое действие, когда вы на себя надели намордник. Этого они хотят, чтобы вы превратились в животных, таких же, как они. Вот не будем давать им такой возможности. Берегите здоровье, если вас заперли где-то. Проветривайте помещение, занимайтесь спортом по возможности. Если вас прессует дневное время, ночью выходите тренироваться на улицу, когда полицаи спят. И там, где они вообще не ходят. Если есть возможность, выезжайте в лес, гуляйте по лесу. В парке нельзя, оказывается, теперь ходить даже в одиночку. И даже матери с младенцем на улицу теперь выйти нельзя. Но это режим оккупантов. Надо стараться сделать все, чтобы этот режим провалился. Чтобы все абсолютно, кто с ним сотрудничали, все абсолютно были посажены в тюрьму. Я не шучу, это несколько миллионов негодяев, которые сделали невозможной нормальную жизнь для сотен миллионов людей. Вот эти несколько миллионов должны быть полностью устранены от всех рычагов власти и навсегда. И подавляющее большинство из них должно сидеть в тюрьме. Ну, одни год-два, а другие пожизненно. Кого-то надо, наверное, вздернуть, я думаю так. Вообще-то надо заниматься спортом почаще. Почаще я не случайно на площадочке нахожусь на своей, на дачной. Дачное каратэ давно не проводил, но сейчас довольно холодно. Ну, сейчас немножко подвигаемся. Утренняя разминка, вечерняя заминка. Все это должно быть в жизни любого человека. Не знаю, как будет слышно. Ну, так просто постучим. Немножко один элемент я покажу. Дачное каратэ буду снимать, наверное, летом уже. А сейчас так. Вот новые перчатки себе купил. Не знаю, как они. Довольно скользкая травка пока. Ну, вот уже немножко дыхания. Пошла кровь, пошла по желанию. Нет никакого вируса. Для вас его не существует. Ну, подхватите, поболеете три дня. И все. Не бойтесь ничего. Бойтесь негодяев, которые ползли во власть. Ну, вот еще хороший инструментик. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот так. Это не тренировка, конечно. Просто разминка. Перед тем, как перейти к продуктивной деятельности. Слава Руси, Господи, спаси за русскую власть, за русское национальное государство. Продолжение следует.